Защита от болезней. Настала пора вакцинации оленей от сибирской язвы и подкожного овода. Безопасность превыше всего. Прокуратура округа совместно с детским правозащитником проинспектировала детские игровые площадки. Дети Севера 2018 вышли на каникулы. На Риммаре завершила свою работу летняя школа, участниками которой стали 30 одаренных детей. Солнечный летний денек позволил йогам насладиться совместным занятием под открытым небом. Любители здорового образа жизни отметили Международный день йоги. С обзором главных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Здравствуйте. В Ненецком округе стартовала кампания по вакцинации оленей. Прививку от сибирской язвы и подкожного овода получит 138 тысяч животных. О старте прививочной кампании главе региона Александру Цибульскому доложил его заместитель Сергей Боенко. В сферу ответственности вице-губернатора входят вопросы по реализации региональных полномочий в сфере ветеринарии. Специалисты станции по борьбе с болезнями животных уже выехали в два населенных пункта, где будут проводиться прививки оленям. Сейчас это вакцинация от сибирской язвы. На третий квартал запланирована вакцинация оленей от подкожного овода. Вакцины, медикаменты полностью есть. Порядка 138 тысяч оленей. Спланировано вот эти две вакцинации прививаться. Глава округа Александр Цибульский отметил важность качественного проведения прививочных кампаний. Это приятная новость о том, что мы готовы к вакцинации. Действительно, мы подходим к тому периоду, когда надо ее обязательно сделать. Мы никогда не пропускали этот вид работы. Это нам крайне важно, с учетом того, что мы помним случаи с наших соседей, когда были вспышки сибирской язвы. Поэтому мы тогда, насколько я знаю, вакцинировали своих животных. Отдого чувствовали себя увереннее. Поэтому эту практику будем продолжать и в будущем. Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся перехода на электронное оформление ветеринарных сопроводительных документов. По словам Сергея Боенко, по данным на 1 июня через систему электронной ветеринарной сертификации прошло более 20 тысяч документов. Только 14 документов оформлено на бумажном носителе. В свою очередь, в Рео губернатор выразил уверенность в том, что переход на систему электронной сертификации поможет со временем снизить нагрузку на специалистов ветеринарных служб. Мне кажется, что все-таки это должно привести к снижению нагрузки, поскольку это такие операции довольно типовые, которые должны делать специалисты. И это, в общем, уже что называется, когда они хорошо из одного приобретут, уже будет делаться на автомате. Оформление в электронном виде, это в том числе и выведет многие документы, которые до этого не оформлялись или оформлялись не должным образом. А здесь уже, поскольку стандартизированные будут формы, мы увидим и весь объем, весь охват. Это важно. Напомню, в соответствии с приказом Минсельхоза России с 1 января текущего года, оформление ветеринарных сопроводительных документов должно осуществляться только в электронном виде. Этот срок позднее был перенесен на полгода, с 1 июля 2018 года. Однако ненецкие ветеринары приступили к выдаче всех сопроводительных документов в электронном виде с января. Площадки детские, а заботы взрослые. Уполномоченные по правам ребенка в НАУ и работники прокуратуры провели инспекцию детских игровых площадок, расположенных в центральной части Наринмара. В мониторинге принял участие представитель муниципального учреждения «Чистый город», зоне ответственности которого сейчас выше 40 игровых точек. Вместе с чиновниками наша съемочная группа убедилась, что далеко не все из них находятся в нормативном состоянии. Всего «Чистый город» обслуживает и содержит 43 игровые и спортивные площадки. Еще порядка 20 из них на балансе управляющих компаний. Объекты, которые находятся в ведении муниципального учреждения, можно узнать по информационным табличкам. На них указан номер телефона горячей линии, по которому можно оставить свое обращение. В прошлом году, в августе-сентябре, у нас была проведена совместно с прокуратурой проверка детских площадок. И были выявлены определенные нарушения, недочеты, недостатки. Мы всех их аккумулировали, все направили в администрацию города Наринмара, в администрацию поселка искателей соответственно. Прокуратура, конечно же, там они предъявили свои представления. И сейчас мы уже проводим, так сказать, контрольную закупку. Детальный мониторинг прошел по семи самым крупным площадкам города. От образцовой во дворе дома по улице Ленина, 33-Б, до травмоопасной и несуществующей по бумагам на Выучейского, 12-14. Ни для кого не секрет, главные хозяева здесь наши малыши в любое время года. А потому их мнение важно в первую очередь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам здесь нравится? Да. Никаких тут опасностей нет для вас? Нет. Все, ничего не сломано? Нет. Никакие там сучки, задоринки не торчат? Нет. Ну, сейчас мы проверим. Во многом состояние и чистота на детских игровых объектах зависит и от жителей соседних дворов. То есть от нас с вами. Однако уследить за порядком здесь не успевают порой даже специалисты чистого города. От этой песочницы здесь очень много получается. Именно песка постоянно выбрасывается. Ну, я вижу, что все, полотно вот это вот оно уже. А вы вот это вообще как-то чистите? Это чистим, подметаем. Сегодня даже, ну, сегодня очередная уборка здесь была. Буквально до обеда и уже вот снова бутылки здесь появились. В зоне внимания сотрудников окружной прокуратуры каждый болт, каждая неровность. Мелочей здесь быть не может. Ремонт был, наверное, но должны быть заглушки вот такие, чтобы не срапались. Ну, вот заглушка есть. Вот здесь вот есть заглушка. Да, вот здесь, да. Видите, вот, чтобы до идеала привести. Ну, опасности этот не представляет. Не, ну, как, если по срапать, то... Зацепиться можно. Из-за изменений в законодательстве демонтажу подлежат все старые детские площадки. Поскольку они не соответствуют действующим нормам и могут быть травмоопасны для детей. Одна из них расположена по адресу Рыбников 3А. С августа недочеты здесь так и не были устранены. В прошлом году мы были на этой площадке и ровно ничего не сделано. То есть все те замечания, которые были высказаны нами, они не исполнены. И, конечно, я буду ставить этот вопрос перед администрацией города. Осмотр рядом мест для игры детей показал – часть из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Большинство аварийных площадок расположены на придомовых территориях. Их содержанием и ремонтом должны заниматься управляющие компании. По итогам рейда прокуратура округа вновь берет часть объектов на строгий контроль. С этой проверки не одного дня. То есть мы на следующий день также будем продолжать по всем площадкам детским, которые у нас имеются в городе, пройдемся. Также по селке Искатели и уже по итогам будем принимать меры прокурорского реагирования. Тимофей Жуков, Антон Водряков, Телеканал «Север». Аллея выпускников появилась на территории школы имени Антона Пырерки. Этот проект реализуется совместно с Центром природопользования и охраны окружающей среды. Под руководством экологов будущие выпускники высадили саженцы березы. Маленькие березки были аккуратно выкопаны с трассы, по которой проходит газопровод. Таким образом экологи решили сохранить деревьям жизнь. Новым местом произрастания саженцев станет территория школы имени Антона Пырерки. Руками 11-ти классников будущих выпускников учебного заведения березки обрели второй шанс – расти и радовать окружающих своей зеленой кроной. Планируется, что аллея выпускников станет для школы новой традицией. Две недели творчества в Наридмаре завершила свою работу летняя школа «Дети Севера-2018», участниками которой стали 30 одаренных детей Нинецкого округа. Торжественное закрытие летней школы прошло в форме отчетного концерта. Ученики и преподаватели исполнили ряд композиций, подготовленных в ходе обучения, а также презентовали набор мультипликационных персонажей и джазовых оленей. Социально значимый проект, разработанный детской школой искусств, получил финансовую поддержку участников Харьягинского СРП. Джаз на домрах, балалайках, гитарах, баянах и других музыкальных инструментах. Творческий эксперимент – смелая задумка преподавателя Нижегородской государственной консерватории Марии Немановой и Сергея Озерова. По совместительству на две недели учителей летней творческой школы «Дыши Янырьянмара» играют все – и дети, и педагоги. Участниками летней творческой школы стали 30 учеников детской школы искусства, лауреаты и дипломанты различных конкурсов. Помимо музыкантов, свое мастерство повышают и художники. Юные дарования Немановой Немановой создают композиции оленей и джаз в стиле анимации. Работа проходит под чутким руководством создателей героев мультфильмов «Барбоскин» и «Карлик Нос», «Иван Царевич» и «Серый волк» Светланы Вархваломеевой. «Сделали разных персонажей, которые, в общем-то, являются оленями, но они играют на разных музыкальных инструментах. Каждый персонаж получился очень яркий, очень выразительный, со своим характером, и, мне кажется, все получилось здорово. Очень талантливые дети, не избалованные, такие внимательные, не знаю, с чем это связано, может быть, с тем, что им здесь не так много есть на чем отвлечься, и поэтому они, мне кажется, с удовольствием ходят в школу, прекрасные педагоги, которые с ними занимаются, и все получилось лучше, чем я думала». Ученики пополняли багаж знаний и умений, совмещая активный отдых с углубленной профессиональной подготовкой. Летняя творческая школа – это художественные выставки, конкурсы, творческие мастерские, музыкальные гостиные, концерты и мастер-классы преподавателей высшей школы. «Может быть, кому-то сейчас из ребят покажется, что, ну, вот неделю мы позанимались, а вроде я беру баян, так вроде я, ну, как бы, не особо-то ничего и не поменялось, вроде я так же играю. Это может показаться такое, но, я вас уверяю, это впечатление очень обманчиво. Дело в том, что я больше чем уверен, что каждый из вас теперь будет немножко уже смотреть, задумываться и слушать музыку уже немножко по-другому, а это, поверьте мне, стоит очень-очень дорого». Проведение летней творческой школы на базе ДШИ – это часть социальной программы компании «Зарубеж нефть. Добыть Харьяга», ориентированной на поддержку образования и обеспечение доступности образовательных возможностей для детей. «Летняя школа – это продолжение работы, которую мы начали 1 августа 2016 года как оператор Харьягинского СРП. Это, опять же, проект, связанный с детьми, образованием. В дальнейшем мы планируем продолжать работу с сферой образования в Ненецком округе. Скажу сразу, что для нас ДШИ – это надежный партнер, и, ну, честно говоря, нам очень удобно работать, мы находим понимание, творческий подход, поэтому для нас проект ДШИ, не скрываясь, скажу, самые легкие, наверное, самые легкие и приятные». Завершилось обучение в летней творческой школе награждением участников специальными сертификатами, художественной выставкой и праздничным концертом под единым названием «Траектория таланта». Мария Владимирова, Александр Бобрякович и Вадим Стасюк. Телеканал «Север». Александр Цибульский поблагодарил членов клуба скандинавской ходьбы «Пойдем ходить» за принесенное округу призовое место в международных соревнованиях «Нордик Волкинг». Соревнования прошли в мае текущего года на озере Лиман, расположенного сразу в двух странах – Швейцарии и Франции. Всего в соревнованиях принимали участие 110 спортсменов из Франции, Швейцарии и России. Нашу страну представляли 10 человек, трое из которых – жители Ненецкого округа, и все они заняли призовые места. Участники соревновались в двух классах – «Открытие» и «Спорт». В классе «Открытие» принимали участие все желающие спортсмены, как любители, так и профессионалы. В классе «Спорт» соревновались европейские профи скандинавской ходьбы. «Вообще там был сложный, он горный был. Они поднимались со скоростью, с такой, на уровне, на уровне, на уровне, на уровне, на уровне, на уровне. Спортсменка из Наринмара Марина Свящева заняла почетное третье место среди тяжеловесов скандинавской ходьбы. В классе «Спорт», преодолев за пять дней в общей сложности 192 километра вокруг озера Лиман за 31 час. «Те люди, которые высоко поднимают вклад в нашу округу, и уже достижения нашей скандинавской ходьбы известны не только нам в округе России, но и уже на международном уровне. На самом деле это, может быть, кому-то кажется развлечением, но, честно говоря, это неимоверное спортивное достижение, которое я себе даже представить не могу, чтобы 192 километра пройти, вообще в принципе пройти». Впереди участников клуба скандинавской ходьбы ждут новые испытания. Как отметила Ирина Терещенко, команда приглашена на чемпионат мира в Польшу, который пройдет в следующем году и на Кубок мира в Белоруссию. Медитация под открытым небом. В минувшее воскресенье на стадионе «Дюц Лидер» прошло массовое мероприятие, посвященное празднованию Международного дня йоги. Профессионалы и новички собрались под открытым небом, чтобы вместе с опытным тренером погрузиться в медитацию и выполнить асаны. Как отмечают организаторы и сотрудники молодежного центра, с каждым годом участников спортивного праздника становится все больше. Добавлю, что день йоги в окружной столице отметили уже в четвертый раз. Футбольный стадион сегодня больше похож на яркую палитру красок. На ковровых дорожках расположились йоги. С вниманием слушаются слова наставника и пытаются повторить каждое движение. Впечатления положительные, непривычная нагрузка с целью новой практики, чего-то нового поиска. Пока нравится. Вы в первый раз пришли? Нет, не в первый. А давно занимаетесь этим? Не, йогой я не занимаюсь, но на это мероприятие хожу. Дать возможность вспомнить йогу растяжку, которой когда-то занималась. Получить хорошее удовольствие, большое, вернее, удовольствие и хорошее настроение. Всегда, когда занимаешься йогой, приобретаешь для себя что-то новое в жизни. Это вдохновение, это идет жизненная энергия однозначно. Потом это знакомые лица. Люди всегда положительные, эмоции тут. В общем, мне йогой нравится заниматься. И обстановка вообще доброжелательная. Спасибо руководителям, которые устраивают такие праздники. Все упражнения выполняются под руководством сертифицированного тренера Надежды Антуфьевой. Йогу она практикует уже 8 лет. Мое направление, оно подразумевает работу с позвоночным столбом в первую очередь. То есть здоровый позвоночный столб, который является основой здоровья. Соответственно, если мы здоровы, у нас хорошее настроение, бодрость духа, энергия неиссякаемая и так далее. Поэтому занимайтесь йогой, приходите, мы всем рады. Как показывает практика прошлых лет, с каждым годом участников массового занятия йогой становится все больше. И в этом огромная заслуга в том числе организаторов, которые активно привлекают жителей округа к массовым мероприятиям, направленным на ведение активного и здорового образа жизни. Когда делаешь мероприятие, хочется видеть какой-то отклик на это. И когда люди заняты, спрашивают в начале месяца уже, когда будут мероприятия. То есть уже потихонечку мы их приучили к тому, что мероприятия ежегодно. Ну это здорово. Были у нас такие примеры, что после дня йоги приходили к нам в центр, в фитнес-центр у нас, лабиринт, в городе есть. И туда ребята приходили после йоги, то есть они начинали записываться и ходить там уже практиковать постоянно. Ну то есть каждый возьмет свое, кто-то просто проведет приятное воскресенье, утро, почему нет. А те, кто ребята уже практикуют давно, то безусловно это для них еще один день практики. Ирина Нижалова, Александр Дуркин, Телеканал Север. Мастер-классы, национальная кухня, концертная программа и масса других развлечений. В туристическом центре прошел праздник под открытым небом «Живи традиция». Он объединил некоммерческие организации, землячество округа, азербайджанское, татаро-башкирское национальное объединение и другие народы. Мероприятие посетили около трех тысяч жителей региона. Закрытие творческого сезона под названием «Живи традиция» провел этнокультурный центр Ненецкого округа. Спасибо всем, кто эти сложные, холодные месяцы был с нами. Нам-то вместе, друг с другом было тепло, мы все это знаем. И вот мы сейчас покажем результат нашего труда за весенние, осенние, зимние месяцы. Летом мы еще будем встречаться с некоторыми из вас на наших летних площадках, на этнообедах. Мы готовим для вас сюрпризы на осень, ну а сейчас к круизному лайнеру «Живи традиция» отшвартоваться от берега. Праздник «Живи традиция» посвящен традициям и культуре народов, проживающих на территории Ненецкого округа. Для гостей праздника были организованы ремесленный дворик, национальная кухня, народные игры и забавы. Площадка «Потанцуем по старинке», а также музыкальная площадка «Разгуляй душа». Уже в начале августа творческие площадки этнокультурного центра возобновят свою работу. Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...